Полиция Алматы задержала мужчину, целившегося пистолетом женщину, которая на тот момент находилась за рулём автомашины Део Матис. Дорожный инцидент произошёл в микрорайоне Заря Востока. Напомним, тогда водитель внедорожника выехал со второстепенной улицы на главную, создав помехи другим транспортным средствам, и агрессивно отреагировала на замечания одной из автолюбительниц. По данному факту, женщина обратилась с заявлением в полицию, а запись собственного видеорегистратора выложила в интернет. Уже на следующий день личность фигуранта была установлена, а через некоторое время он был задержан. Выяснилось, что молодой человек угрожал зарегистрированным травматическим пистолетом. Между тем, он по-своему объясняет причину этого поступка. Я думал, я на главной помеха с правой для неё. Когда я соблюдал дистанцию, потихоньку выезжал, впереди меня две женщины шли. Они на меня смотрели, посмотрев на меня, я подумал, что я бы их пропустил, не пропустил. Я остановился их пропустить. Она подъехала ко мне близко, начала сигналить и указывать что-то там руками. Мне показалось, что она мне показывала факи. Грубило мне, мне показалось или что, я не знаю. И этот, просто это, чтобы во избежание скандала, я ей сказал, я людей пропускаю. Отпустил окно, сказал, что я людей пропускаю. Успокойся, не сигналь. Она дальше начала что-то мне показывать. Я ей сказал, я сейчас указал ей на колесо её. Сказал, я сейчас в колесо стрельну, если ты будешь так делать, не успокоишься. И ты будешь стоять и никуда потом не поедешь после этого. В полиции сообщили, что мужчина привлечён к административной ответственности сразу за несколько правонарушений. Управление транспортным средством, без соответствующих документов, игнорирование знака уступи дорогу, непристёгнутый ремень безопасности и, самое главное, мелкое хулиганство. Я готов извиниться перед ней. Я ей поджатнул морально, что-то нервы. Я готов оплатить её лечение. Проблем нет с этим. И, конечно, я поступил очень некрасиво. 25-летний житель Имбекш Казахского района Алматинской области подозревается в совершении автомобильных мошенничеств. Оперативниками уже установлена схема его преступного промысла. И надо заметить, что этот метод весьма оригинален. По крайней мере, в полицейской практике он ранее не встречался. Молодой человек по газетным объявлениям находил автомашины исключительно марки «Митсубиси Галант» старого образца, выставленные на продажу, и договаривался с хозяином о скорой сделке. Уже на первой встрече фигурант, отдав задаток в размере 500 долларов, забирал с собой машину. Все формальности по её переоформлению стороны условились выполнить после полного расчёта за авто. На самом же деле у парня были несколько иные взгляды на транспортное средство. Он за полторы тысячи долларов отдал его знакомому на авторазбор и при этом даже не думал возвращать продавцу обещанную часть суммы. Более того, выяснилось, что предприимчивые молодые люди срезали агрегатные данные кузова машин и откладывали их в сторонку, планируя чуть позже продать желающим. Оказалось, что данная часть автомобильного механизма на рынке очень ценится. Несмотря на несколько аналогичных эпизодов, задержанный вину свою не признаёт. Полицейские не исключают в следственной перспективе возбуждение ещё ряда уголовных дел. Расследование проводится в Управлении внутренних дел Ауэзовского района. В Алматы по горячим следам раскрыто очередное имущественное преступление. Этот мужчина снял боковые зеркала от автомашины марки «Тойота Прадо», что была припаркована минувшей ночью во дворе одного из домов микрорайона Тастак. В полицию о совершаемой краже сообщил кто-то из местных жителей. Первым отреагировал участковый инспектор. «При прочёске был задержан гражданин азиатской внешности, который при личном осмотре у него находился две боковые зеркала от автомашины Прадо». Задержанный представился бездомным. Говорит, что ему 36 лет. Мужчина не сознаётся в совершении кражи, выражая уверенность в том, что он был задержан ошибочно. Точные анкетные данные фигуранта будут установлены полицейскими уже в первые минуты предварительного расследования, а затем стражи порядка проверят его показания на предмет соучастия в преступлении других людей. Две жительницы Алматы подозреваются в совершении серии мошенничеств. В частности, полицейские инкриминируют им аферы в сфере кредитования. Ссылаясь на влиятельные связи в банках второго уровня, женщины обещали потенциальным клиентам содействие в получении потребительского кредита, причём безвозмездного. «Потерпевшие получали кредит на свои документы. Полученные деньги они отдавали Нурхайдаровой и Раевой, которые от этой суммы 10-20% отдавали потерпевшим. Однако не говорили, что обязательства перед банком у них не прекращались. Потерпевшие узнавали, приходило уведомление с банков о том, что не погашен кредит полученный. После они обращались в полицию». Поражает, но граждане действительно поверили в уникальную возможность получения безвозмездного кредита по ряду уголовных дел, возбуждённых в УВД Медеевского района. В качестве потерпевших значится семь человек. Правда, полицейские не исключают, что этот список в ходе расследования может пополниться. «Всем, кто пострадал от преступных действий Нурхайдаровой, Турсуна и Садыковны, Раевой, Асель Аскаровны, просим обратиться в УВД Медеевского района или по контактным телефонам 254-48-10-254-48-02». Полиция Алматы разъясняет гражданам условия и порядок проведения акций по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия. Данная акция проводится с 21 апреля 2014 года. Финансирование расходов за возмездную сдачу огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ производится за счёт средств республиканского бюджета, предусмотренных на эти цели. По данным полиции, гражданин, изъявивший желание сдать незаконно хранящееся у него огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества за денежное вознаграждение, обращается с заявлением в любой из городских районных органов внутренних дел, в котором указывает свои данные, наименование сдаваемых предметов вооружения, марку, калибр, номер оружия, количество боеприпасов и источник их получения. Правительством для этих целей установлен порядок выплаты вознаграждений, оговорённый в постановлении в девяти пунктах. При определении размеров вознаграждения комиссиями должно учитываться техническое состояние предметов вооружения. Отделом криминальной полиции УВД Медеусского района устанавливается местонахождение без вести пропавшей Турумбай Асем Айдархазы 1993 года рождения, которая 20 марта этого года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Приметы разыскиваемой. Азиатского типа лица. Рост 160-165 сантиметров. Среднего телосложения. Волосы чёрные, длинные. Глаза тёмные. Была одета в куртку белого цвета. Чёрное платье. На ногах чёрные сапоги. Убедительная просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Асем Турумбай, сообщить по следующим телефонам 254-48-40 и 8-702-897-93-86. Отделом криминальной полиции УВД Медеусского района устанавливается местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего Шульц Александра Александровича 1999 года рождения, который 9 апреля этого года самовольно ушёл из детского учреждения семейного типа Жануя и до настоящего времени не вернулся. Приметы разыскиваемого. Европейского типа лица. Рост 160-165 сантиметров. Среднего телосложения. Волосы светлые, короткие. Глаза светлые. Был одет в кофту синего цвета. Синие джинсы. На ногах чёрной кроссовки. Убедительная просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Александра Шульц, сообщить по следующим телефонам. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе было зарегистрировано 161 преступления и происшествия, 81 из них раскрыто по горячим следам. В том числе 7 грабежей, 98 краж чужого имущества, 25 хулиганств. Зарегистрированы 16 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, ещё 20 травмированы.